Сначала новость, которую я бы назвал так, новость нормальности. Собственно говоря, сегодня уже по американскому времени, там это был, насколько я понимаю, день, Соединенные Штаты Америки воспользовались правом вета в Совете Безопасности ООН в ходе голосования о подоставлении палестинской автономии полноправного членства ООН. Американцы объяснили это тем, что независимое палестинское государство должно быть создано не через действия ООН, не административным путем, а путем прямых переговоров между Израилем и палестинской автономией. Наложенное вето было Соединенными Штатами Америки, воздержались при этом Великобритания и Швейцария, Швейцария тоже в этот момент была среди непостоянных членов Совбеза ООН, и остальные 12 членов Совбеза ООН проголосовали за. Значит, по этому поводу очень агитировал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который заявил о том, что вот те, кто препятствует продвижению к решению о двух государствах, они увеличивают риск для сотен миллионов людей. Значит, дискуссия, которая в этой связи возникла, она действительно содержательная, поэтому я хочу даже процитировать некоторые выступления, в частности, постоянный представитель Израиля при ООН, значит, сказал, что палестинцы не соответствуют критериям для получения полноправного членства ООН, значит, и перечислил эти критерии, наличие постоянного населения, определенная территория, правительство, наличие полноценного правительства и способность вступать в отношения с другими государствами. Кого Совет хочет признать в качестве государства, дать ему статус полноправного члена ООН? Хамас в Газе, значит, палестинский исламский джихад, кого? То есть, ну, на самом деле, действительно, вот понятно, что люди, которые живут в секторе газа, которые живут в палестинской автономии, они, конечно, заслуживают, имеют полные права человека, и здесь сомнений быть не может никаких. Но весь вопрос заключается в том, что конституирование вот этого, этой территории в качестве государства, это, конечно, издевательство. И это издевательство, которое поддерживает ООН, и очень хорошо, что Соединенные Штаты Америки заблокировали это абсолютно идиотское решение, потому что в конечном итоге, ну, хорошо, то есть, на самом деле, ну, давайте Хамас сейчас, значит, будет заседать в ООН. А что так? Ну, хорошо, тогда, значит, вот в ООН будет заседать Хамас. В конце концов, а чем хуже, чем на самом деле хуже Исламское государство? Ну, тоже там же люди, это же, ну, да, они сейчас лишились территории, но когда они занимали какую-то территорию, почему нельзя было тогда их принимать в ООН? Вот было бы славно. То есть, на самом деле, степень идиотизма, конечно, руководства, нынешнего руководства ООН выходит за всякие пределы. И все-таки здорово, что хотя бы один член, постоянный представитель Собезова, он нашел в себе мужество противостоять этому коллективному безумию. Так, теперь хорошая новость. Значит, я имею в виду, она, правда, ну, как, ну, пожалуй, что и вчерашняя, потому что сама резолюция, резолюция ПАСЭ, она была принята позавчера, но обнародована она была опубликована, она была вчера. Поэтому, в общем, можно считать новость. Резолюция, хотя она не носит обязательного характера, как и все резолюции ПАСЭ, но, тем не менее, я думаю, что она имеет большое значение, политическое значение прежде всего. Значит, здесь было, в этой резолюции, она была связана с реакцией на убийство Навального, но там было очень много, ну, несколько очень конкретных выводов, которые имеют, выходят далеко за пределы вот этой просто реакции на убийство политика. Во-первых, Путин был назван диктатором, это уже, так сказать, не президент, диктатор. Во-вторых, господин Гундяев, который под прикрытием патриарха всей Руси, выполняет функции агента КГБ. Он был назван пособником, что тоже существенно. Российские НПЗ были названы законными военными целями Украины, что тоже существенно. И, наконец, было, ПАСИ опубликовало список Навального, в котором было перечислено более 30 человек, в том числе и директор Федеральной службы исполнения наказаний. Ну, в общем, это те люди, которые непосредственно причастны к убийству Навального. Ну, скажем так, этот список, это, безусловно, список символический, потому что понятно, что практически все члены этого списка, они, конечно, никогда не покинут территорию России. Понятно, что это все... Ну, вот те люди, кто непосредственно принимал участие в убийстве, это чиновники все, Федеральные службы исполнения наказаний и так далее. Ну, понятно, что они будут отдыхать в Сочи, а не, так сказать, даже не в Турции. Поэтому это символически. Но, тем не менее, четкое называние «кто есть кто» это, с моей точки зрения, полезное и правильное дело. Это хорошо. Да, безусловно, там из-за этого тут же немедленно Путин не лишится власти из-за того, что его назвали диктатором. Но, тем не менее, так сказать, это сказывается. То есть, на самом деле, это углубление изоляции. Теперь, пожалуй, та тема, которую, мне кажется, стоит поднять как центральную, это касается дружбы народов. На днях случилось то самое обострение этой дружбы. Произошло это не вчера, но просто более-менее известно, эта новость стала вчера. Значит, обострение этой дружбы случилось между дагестанцами и кадыровцами. Почему я не говорю между дагестанцами и чеченцами? Потому что, на самом деле, в общем-то, сложилась определенная социальная группа, которую нельзя называть чеченцами, а их надо называть именно кадыровцами. То есть, это особая социальная группа, которая как нарост на теле чеченского народа образовалась, и они, в общем-то, так сказать, паразитируют на чеченском народе, оккупировали его с помощью путинского режима, и на сегодняшний момент пользуются огромным количеством привилегий не только в самой Чечне, но и за ее пределами. Ну, конкретно, дело было так. 14 апреля главу МЧС по Чечне задержали в Дагестане за пьяное вождение. Значит, этого человека зовут Цакаев, и он не остановился по требованию сотрудника ДПС, развернулся на перекрестке и начал давить полицейских автомобилем, вот, в результате чего его, значит, его задержали, и документов у него при себе не было, он оказал буйное сопротивление, в результате его вытащили из машины. После этого к месту происшествия приехали 11 автомобилей из Чечни, в том числе несколько машин ДПС, и среди приехавших был командир СОБРа Ахмат Абуйзат Весмурадов. В общем, так сказать, была такая вот мощная, мощный отряд, который напал на дагестанских пограничников, на дагестанских, вернее, на дагестанских ДПСовцев, и с угрозой применения оружием, с избиениями, значит, силы, кадыровцы силой забрали своего кумира, задержанного. Значит, ну и то же самое с автомобилем, тоже силы увезли в Чечню. О ком идет речь? Вот Алихан Цакаев, это человек, который являлся одним из самых приближенных должностных лиц к Кадырову. Кадыров называл его дорогим братом. Дело в том, что Алихан Цакаев, это один из тех людей, который выполнял самые ответственные поручения, в частности, занимался организацией пыток, и, так сказать, похищения людей. В общем, короче, на совести этого бандита очень много чего. Поэтому он особенно дорог Кадырову, и Кадыров, я уже говорил, называл его братом. То есть, на самом деле, реакция Кадырова была после этого потрясающая, потому что он прокомментировал задержание пьяного водителя дагестанской полиции постыдной провокацией, написал, значит, в своем телеграм-канале следующее, я цитирую, все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарменович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Значит, отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста повоялись бы даже посмотреть в его сторону, как и случилось позже. Когда нападавшие выяснили, что иметь дело с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то струсливо разбежались. Конец цитаты. Ну и в завершении Кадыров призвал гнать из структур всех, кто задерживал Цакаева. Значит, и потребовал, чтобы руководство Дагестана приняли соответствующие меры. В ответ глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент с задержанием, он надеется, ну, то есть, на самом деле, вот очень характерен ответ главы Дагестана, что инцидент с задержанием никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом. Значит, то есть, это был разговор старшего с младшим. Кадыров требует, причем, ну, очевидно, так сказать, мы видели даже на этом коротеньком видео, мы видели, что человек не подчиняется требованиям, значит, требованиям полиции, человек сопротивляется активно, пытается, так сказать, нанести какие-то повреждения, ну, фактически нападает на сотрудников полиции и вот в данном случае понятно, что такое поведение, безусловно, является абсолютно ненормальным. Ненормальным для кого угодно, но не для высокопоставленного кадыровца. Значит, глава Дагестана оправдывается, глава Дагестана робко просит не портить отношения. Кадыров хамит, демонстрирует, так сказать, гегемонию в отношении всего того, что происходит. То есть, по сути дела, всячески показывает, что он главный на Кавказе и вообще в России. Ну, сразу после Путина. Вот, на самом деле, то, что, ну, казалось бы, мелкий эпизод. Мелкий, стоит ли этому посвящать столько времени? На самом деле, это очень характерный слепок того, что происходит в России. Дружба народов, вот та самая дружба народов, которая долго была одним из главных идеологических штампов СССР, ее символом был вот этот вот фонтан на ВДНХ, позолоченный фонтан. И вот, мы видим, что, когда слетает позолота, то видно вот это, видно все уродство межнациональных отношений, которое сложилось в России. потому, что мы видим ксенофобию, чудовищную ксенофобию, которая расцвела пышным светом, особенно она проявилась вот после этого теракта в Крокус-Сити, но не только. Мы видим ксенофобию, которая разжигается российским телевизором, когда в отношении, например, украинцев открыто применяются просто такие отвратительные этнофолизмы, то есть бранные названия национальности, которые ну никогда в общем-то не позволял себе не то, что советский телевизор, но даже там, я не знаю, так сказать, какие-то мелкие начальники не позволяли себе вот подобным образом называть народы. Это сейчас расцвело пышным цветом. Сейчас открыто по телевизору уже, так сказать, какие-то национальности называются чуть ли не преступными и так далее. Значит, вот то, что происходит. Я думаю, что это к вопросу о перспективах России. Вот эти внутренние напряжения между регионами, между народами, они, безусловно, приведут к тому, что вся эта империя рассыплется как карточный домик, так же, как развалился Советский Союз, как только ослабела скрепа. На сегодняшний момент, если Советский Союз главной скрепой была КПСС, и как только шестая статья была отменена, тут же Советского Союза не стало, через короткое очень время, то здесь скрепы являются силовые структуры. И как только силовые структуры будут ослаблены в результате войны, то вот это все развалится. И, к сожалению, мы видим сейчас вот на этом примере, значит, когда вооруженные отряды просто-напросто выясняют отношения между собой, так сказать, с помощью оружия внутри страны, я думаю, что шансов на то, чтобы это все прошло мирно, очень немного. Единственный способ, чтобы это все прошло мирно, это то, чтобы все-таки вот этот путинский фашистский режим был уничтожен очень быстро, и, так сказать, какая-то сила, внешняя сила, она все-таки должна осуществлять какой-то контроль. Так же, как это было во времена ликвидации, во время ликвидации Третьего Рейха. то есть, еще раз подчеркиваю, что вот на сегодняшний момент все-таки Запад должен как-то выработать ясную политику в отношении путинского режима. Ну, и еще одно событие, которое тоже мелкое событие, но очень характерное. Вот мы сейчас с вами только что говорили об одной из идеологем дружбы народов. Есть еще одна такая идеологема, отцы и дети. Она понятно ведет исток к роману Тургенева, но в советской идеологии она означала такой вот преемственность поколений и так далее. Так вот, в нынешней ситуации вот это отцы и дети оборачивается очень забавно. Речь идет о элите так называемой, о российском начальстве, у которых дети, как правило, находятся за границей и проявляют чудеса патриотизма, совершенно не желая вернуться. И вот бывший мэр Перми, а ныне заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин вынужден был покинуть свой кабинет. Причина очень простая. Причина это очень откровенное видео с его сыном Ильей. Давайте посмотрим его. Некоторые меня спрашивают, Илюха, а ты вернешься в Пермь? Ребят, вот это мое утро субботы. Нахрена мне в Пермь. Ну, вот понятно, что здесь видео может быть излишне откровенное, но тем не менее, вот это очень характерное соотношение между отцами и детьми в нынешней путинской России. Вот такой пример откровенного патриотизма демонстрирует сын сына высокопоставленного чиновника. Чиновник вынужден был уйти в отставку, потому что видео получило распространение, ну, в конечном итоге, в общем-то, это просто демонстрация того, что из себя представляют дети чиновников, да и сами эти чиновники, вот такой вот патриотизм. Значит, прежде чем перейти к нашему, к ответам на ваши вопросы, я хочу все-таки сказать, что вчера мы перенесли на сегодня с вами программу «Кто есть кто» в российской оппозиции, сегодня, я думаю, что ничто нам не помешает, я эту программу проведу, и у нас фактически эта программа будет в той или иной степени два дня подряд, сегодня и в субботу. В субботу тоже будет очередной выпуск этой программы, это не значит, я чуть ли не каждый день собираюсь это делать, просто материал, что называется, накопился за последнее время, так что два дня подряд будут такие вечерние программы. А сейчас перехожу к ответам на ваши вопросы. Светлана, вопрос от Светланы, Светлана является спонсором нашего канала, за что ей большое спасибо. Значит, буду очень рада послушать вас с экспертом из Грузии, если можно, скажите, пожалуйста, почему этот добрый, свободолюбивый народ позволил России отобрать свои территории? Уважаемая Светлана, понимаете, дело в том, что Украина очень большая страна, почему Украина не позволяет отобрать свои территории, по крайней мере, успешно и активно сопротивляется, Грузия на порядок меньше, Украина, просто на порядок меньше, и вот на момент конфликта, я просто, поскольку это, так называемый, вот это вот 8 августа 2008 года, 8.08.08, оно действительно врезалось в память, я помню хорошо, что там тогда было, вооруженные силы Грузии, это меньше 30 тысяч человек, причем из них несколько тысяч были, находились в этот момент в Иране, поскольку на начало, в Ираке, вернее, виноваты, в Ираке, на начале войны, поэтому, в общем-то, так сказать, ну, все равно существенно меньше 30 тысяч, а только 58-я армия российской федерации, это 70 тысяч человек, да плюс еще Абхазия, плюс еще Южная Осетия, плюс еще сотрудники внутренних войск, то есть, там, ну, просто несоизмеримые совершенно силы, особенно учитывая технику, авиацию, танки, самоходные установки, то есть, короче говоря, соотношение сил было просто несоизмеримо, поэтому Грузия, просто, грузинская армия была просто раздавлена и отброшена, то есть, ну, сравнивать военный потенциал России с военным потенциалом Грузии просто невозможно, поэтому тут противостояние было без... Тем более, что, в общем-то, Грузия не готовилась, это не милитарическое государство, это было непривычно для грузинского государства, это все-таки не Израиль, который десятилетиями живет в условиях сопротивления превосходящим силам, так что, в общем, здесь было, ну, сопротивляться было невозможно. Карина, вы часто обсуждаете на нашем канале, чувствую себя сопричастной к нему, тему об обмельчании современных мировых политиков, и с вашими аргументами я согласен, но неужели никто из них не понимает, что сейчас пишется мировая история, никто не хочет попасть в учебник истории с большой буквы, неужели только страх движет чувствами всех политиков мира, один Макрон сделал шаг вперед из толпы и, похоже, сам испугался этому обстоятельству, вы знаете, я думаю, что может быть, кто-то из них и мечтает попасть в историю с большой буквы, но реал политик, то есть, на самом деле, мы говорили уже именно потому, что происходит измельчание политиков, именно поэтому никто из них и не решается на какой-то вот, ну, например, не решается сказать очевидные вещи, что необходимо, ну, понимаете, должен же кто-то первый сказать, что король голый, и кто-то должен первый сказать, что целью НАТО должно быть уничтожение путинского режима, что иначе война не прекратится, но получается так, что не хватает ни у кого из политиков, не хватает ни у кого решимости, может быть, интеллектуальной смелости, на то и обмельчание. Автор вопроса зовут, так он себя называет, Шестинду. Разве первые выборы президента РФ не были демократическими? Вы говорите, что в России никогда не избирали главу государства. Когда Ельцин захлопнул окно в демократию? И ваше мнение о фильме Певчих? Вот несколько вопросов по пунктам. Во-первых, я никогда не говорю, дорогие друзья, иногда у меня такое ощущение, что между нами стоит не просто экран компьютера, а стоит какой-то фильтр. вот я что-то говорю, а у вас отпечатывается что-то другое в памяти. Вы слышите что-то, что, видимо, соответствует каким-то вашим представлениям. Значит, смотрите, я никогда не говорил, что в России никогда не избирали главу государства. Избирали. Ельцин далеко не первая глава государства, который избирался. Значит, в частности, знаменитые выборы Земский собор, правда, не всенародный, но Земский собор 1613 год выбирал царя. Михаил Романов был избран на Земском соборе, и, в общем-то, там были еще какие-то конкурентные выборы. Там и был польский королевич Владислав, и, значит, шведский королевич Карл Филипп, и австрийский представитель империи династии Максимилиан, сын императора Священной Римской империи. Плюс к этому там еще и Марина Мнишек в качестве кандидата на трон русский была, и Голицын, и Трубецкой, и Пожарский, ну, в общем, короче говоря, огромное количество конкурентов было, но вот выборы закончились тем, что выбор он был наиболее удобный, тишайший, как говорили, значит, ну, соответственно, Михаил Михаил Романов. И, конечно, выборы, первые выборы Ельцина были вполне себе пристойными. Так вот, я никогда не говорил о том, что в России никогда не избирали главу государства. И демократия, это настоящая демократия, это не выборы главы государства, а это совсем другое. Это, внимание, сменяемость власти, понимаете? В России власть никогда не менялась на выбор. Выбирать выбирали, но в России власть никогда не менялась на выборах. Вот, сменяемость власти, это атрибут демократии, а выборы, да господи, пожалуйста, избрали, значит, Путина, и, пожалуйста, он сидит 25 лет. Сменяемости власти нет. Ельцина избрали, но его нельзя было сменить на выборах. Это доказали выборы 1996 года. То есть и Романова тоже избрали, Михаила Романова, но его потом не меняли. Династия Романова в 300 лет существовала. То есть отсутствие сменяемости, вот в чем дело. Поэтому вот это как раз и является признаком недемократичности России, как страны, недемократичности, которая ведет свое начало с московского царства, с московского княжества. Не царства, а княжества. Вот. Это вот то, что отличает Россию. Власть на выборах в России не менялась никогда. Ни одного раза на протяжении столетия. Значит, когда Ельцин захлопнул окно в демократию? Я думаю, что весь 93-й год. Это было громкое с треском захлопывание окно в демократию. Вот. Мое, ваше мнение о фильме Певчих. Значит, завтра в 22.00 я планирую подробно изложить свое мнение. Я этому хочу посвятить. Дело в том, что это не только будет мнение о фильме Певчих, это будет мнение и о ФБК, о фонде борьбы с коррупцией, о, скажем так, о команде Навального без Навального. Что она из себя представляет без Навального. Ну, скажем так, это будет очередной выпуск программы «Кто есть кто в российской оппозиции». Через фильм Певчих я хочу просто поговорить о, так сказать, о вот этой части России, значительной, серьезной, большой части российской оппозиции, которая представляет собой команда убитого, убитого, убитого главного оппонента Путина. Так, анонимный вопрос. Очень страшно, что российские народы погибают, но никто никакие вилы не возьмет и никуда не выйдет. Все будут как-то выживать и ждать разрешения сверху. Другое дело, что на территориях затопления власть явно смыла. И мне кажется, что восстановить ее на них будет уже сложнее. Как вы считаете, не станут ли именно зоны подтопления источником началом новой России? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Я, как и все, мы внимательно выглядываясь в то, что происходит вот в этих в Оренбургской области, в Курганской области, в других областях, где вот это стихийное бедствие. Да, не стихийное бедствие. Какое стихийное бедствие? Когда известно, что, так сказать, деньги, выделенные на дамбу, были украдены. Это не стихийное бедствие, это рукотворное бедствие. И возмущение понятно, но они же все к Путину обращаются. Поэтому они в конечном действуют по модели царь хорошие бояре плохие. И это та же самая царистская, самодержавная психология, которая на самом деле не является источником, началом новой России. Зинаида. Зачем Путину новые территории? Например, территория Украины без ее жителей. Россия все же самая большая страна в мире по площади. Понятно, что есть много земель, которые из-за климатических особенностей не очень пригодны для проживания людей. Дело не в климатических особенностях, дело в том, что в России вполне пригодных для проживания людей земель хватает больше, знаете, это имперство, это имперский синдром. Империя расширяется, и это ее самоцель. Здесь какая-то аналогия, вот знаете, есть обжорство, это расстройство пищевого поведения, когда человек имеет лишний вес, и каждая клеточка этого лишнего веса, оно лишнее, он вредит, но каждая клеточка этого лишнего веса требует пищи, и в результате растянутый желудок, в результате излишний вес, который требует все больше и больше пищи. И дальше происходит вот это расширение, пока человек не лопнет. Ну, человек не лопнет, но человеку плохо уже. Вот империя, она обладает такими же особенностями. То есть, имперство это во внешней политике всегда неумеренное расширение, зачастую даже во вред интересам в том числе элиты. Так, автор вопроса адвокат Серлинс Балкинс. Вопрос от Латыша. В последнее время, в том числе из круга вашего эксперта, культивируется то, ну, видно, что русский не родной, поэтому я читаю, как написано, из круга вашего эксперта культивируется то обстоятельство, что Россия готовит 300 тысяч солдат, которые будут использоваться напротив стран Балтии. В качестве такой горячей картошки обсуждается коридор Сувалки, который, насколько я знаю от вас, находится в 100 километрах. Я ездил туда бесчисленное количество раз, каждый раз я представил себе, как эти извилины, леса, болота русские с белорусами преодолевают. Даже трудно представить, как они обойдут войну без втягивания Польши. Я объехал, видимо, всю Латвию, Эстонию, Литву, в том числе всю приграничную зону. Например, вся граница Эстонии, Латвии, с Россией и Белоруссией это одни реки, озера, леса, болота, узкие дороги, маленькие мосты, точно такие же труднопроходимые, что украинская граница с Белоруссией. Размер войск у нас для стран Балтии тоже составляет более 100 тысяч. Поэтому страны Балтии недооценивать не надо. Никакой прогулки для врагов здесь не будет. Эстонцы, латыши и литовцы умеют воевать, что не раз в истории доказали. Мы умеем брать себя в руки и наносим сопернику болезненный удар. Недаром мы сейчас независимы. Уважаемые коллеги, я не сомневаюсь, что народы стран Балтии окажут достойный отпор российским агрессорам, если они сунутся на территорию этих стран. Сомнений в этом нет. Тем не менее, я думаю, что все-таки только своими силами отбиться будет сложно. Поэтому я думаю, что сейчас очень правильно делают страны Балтии, что, во-первых, строят защитные сооружения и, во-вторых, принимают на своей территории контингент НАТО. Так что, а так, в целом, что я могу сказать, ваша реплика, она вызывает, так сказать, воодушевляет, скажем так. Александр из Киева. Игорь, как полагаете, почему США признали СССР именно в 1933 году? Есть книга «16 лет непризнания», ее в свое время написал наш декан. И второй, тут еще два вопроса. В начале 1986-го Проханов снял репортаж о ЦК КПУ, на мой взгляд, удачный. Да и передачи из ДРА были неплохими. Увы, последствия некролога он себе испортил. Значит, ну, по поводу Проханова, уважаемый Александр, я не очень с вами согласен. Я просто не смотрел этот фильм по поводу ЦК КПУ, но что касается его репортажей из Афганистана, я их видел, и это был певец войны. вот, тогда я его заметил, и тогда у меня, у меня тогда он уже вызывал отвращение. вот, бог с ним, с Прохановым. вот, что касается, почему США признали Советский Союз именно в 1933 году. Значит, Соединенные Штаты Америки действительно тянули с признанием Советского Союза, уже европейские страны махнули рукой, поняли, что, ну, довольно быстро поняли, уже в 20-х годах было понятно, что советская власть надолго. и стали признавать. Соединенные Штаты тянули до 1933 года, причина была одна, это то, что они все ждали, когда Советский Союз признает царские долги. То есть, американцы до последнего требовали уплаты царских долгов. Известно, что Ленинское Советское правительство с самого начала сказало, что это не наши долги, это долги самодержавного режима, который нас угнетал, поэтому с какой стати мы будем платить. Вот. Ну, и вот для американцев это было наиболее, пожалуй, из всех западных стран, американцы больше всего этим возмущались. Как же так? Долги не платить это вообще не по понятиям. Короче говоря, они не хотели признавать до 1933 года. Почему в 1933, тоже, мне кажется, абсолютно понятно, потому что в этот момент, 1933 год, очевидной стала угроза со стороны гитлеровской Германии и Японии. То есть, 1933 год, это как раз, ну, уже всем стало понятно, что, так сказать, надо как-то, надо как-то мобилизовываться. Вот, и поэтому был обращен взор, в том числе и на Россию, были установлены дипломатические отношения. Отношения экономические были до этого, там, и американцы, американские предприниматели приезжали в Россию, и сотрудничали, и взаимодействовали, торговали, вот, устраивали совместные какие-то предприятия, что-то в концессию брали, и так далее. Но дипломатические отношения действительно были только в 1933. Это было связано вот с тем, что фашизм уже появился как глобальная угроза. Было ясно, что надо, нужен глобальный ответ. Поэтому американцы решили плюнуть на царские долги, и решили, так сказать, взаимодействовать с Советским Союзом. Вопрос от Владимира. Сейчас еще раз услышал, не от вас, а в ошибке Запада, заключающейся в отталкивании беженцев из России, подумал, а может Запад прав? Я своими глазами видел в Европе многих эмигрировавших из России или СССР и горячо поддерживающих Путина. А теперь вопрос к вам. Почему не может быть нации генетических рабов, если в популяции много веков истреблять всех имеющих гены свободомыслия и непокорности, то почему не может быть, почему не может получиться популяция рабов? Да, они все рабы. В природе всегда бывают генетические мутации, но нам ведь важно большинство, среднеалифметические, так сказать, речь не о том, чтобы кого-то обидеть. Таковы условия. Выжили те, которые лучше приспособились к вековому отбору покорных и согласных. Да, думаю, это обратимо, но только тогда, когда изменятся условия отбора. Уважаемый Владимир, нет никакого гена свободомыслия и непокорности. Понимаете, в чем дело? Вот такого гена нет. Значит, ну вот, давайте так. смотрите, вот есть Северная Корея, есть Южная. Это просто разные, то есть, одна часть одного и того же народа с одним и тем же, если хотите, с теми же самыми генами. Одна часть народа оказалась, так сказать, в советской модели, ну условно, там, советской, китайской, то есть, в авторитарной, в диктаторской модели, а другая часть оказалась в западной модели. и получилось две совершенно абсолютно разные, разные, так сказать, психотипы, разные социальные типы, разные модели поведения и все остальное. Вот, одни плачут, когда видят, искренне плачут, когда видят своего вождя, другие, в общем, вполне себе нормально сажают в тюрьму, я имею в виду Южная Корея, там просто совершенно нормально сажают в тюрьму президента, если он проворовался или еще как-нибудь набедокурил. То есть, принципиально различная модель поведения у одного и того же народа. И никакого гена свободомыслия не существует. Понимаете? Значит, вот и все. То есть, это социально-культурные особенности, которые воспроизводятся и которые порождают действительно, да, порождают определенное поведение. Здесь вы абсолютно правы. Но это не генетическая история, понимаете, не биология. Вот в чем принципиальная ошибка. Это не биология, это социально-культурное воспроизводство определенных институтов или их отсутствия, стереотипов, моделей поведения, которые именно на социально-культурном уровне воспроизводятся, а не на биологическом, не на клеточном. Понимаете, в чем дело? Вот. То есть, никакого гена свободомыслия непокорности не существует. Так, Артем. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об известном ныне бывшем журналисты и издателе, а ныне блогере Андрея Мальгине? С одной стороны, несмотря на некоторое высокомерие, кажется персонажем довольно симпатичным. С другой стороны, есть ощущение некоторой недосказанности. Я ничего не знаю насчет недосказанности. Мальгина, ну, скажем так, личный, в общем, каких-то особых контактов никогда не имел, но я хорошо знаю его, знаком с ним, безусловно. Помню его как редактора столицы, помню, там, ну, короче говоря, отношение положительное, очень положительное. Один из, ну, скажем так, наиболее ярких и талантливых журналистов 90-х годов. Вот. Вообще, вот эта вся плеяда выходцев из Алова Паруса, Щекочейхин, вот, Мальгин, это вот та самая комсомолка, которую в дальнейшем тоже интересное же явление, вот эти вот оккупации, захваты, захваты, так сказать, предприятий, захваты журналистских коллективов. Ну, например, вот с комсомолкой такое случилось, ее захватил Сунгоркин, вот, покойный уже теперь. И вот, ну, а выходцы из Алова Паруса, это вот, в частности, Щекочейхин, значит, вот, Мальгин, другие, я могу перечислять довольно долго, неважно, важно то, что Мальгин, это, безусловно, яркое явление было в российской журналистике, а сейчас в российской благосфере. Так, про недосказанность я не знаю, ну, может быть, я недостаточно внимательно слежу за его публикациями, но, мне кажется, он довольно на нашей с вами волне работает. Лилия, меня давно мучает этот вопрос, и вот, вы упомянули о невменяемости, и по тому непредсказуемости Путина, и о том, что именно поэтому Запад боится с ним связываться. А не относятся ли те же характеристики к Трампу, и поэтому, если бы, будучи у власти, Трамп пригрозил бы Путина серьезным вооруженным столкновением, ядерной бомбой, то Путин бы никогда не решился бы вторгнуться в Украину, опасаясь непредсказуемости Трампа. Вы знаете, это иллюзия. А вот почему. Трамп, он молодец против овец. И продолжая эту поговорку, против молодца он сам овца. Это не мои домыслы, это доказано. Его, во-первых, контактами с тем же самым Путиным, он всегда, так сказать, в взаимоотношении с Путиным, в общем-то, бывает очень податлив, и робок, я бы даже сказал. А самая яркая демонстрация вот этого, это его особенности, то, что он при виде наглости диктатора он сдает. Это его вот эти взаимоотношения с Ким Чен Ином. И сейчас, какой же год? 2018 год, Трамп с Ким Чен Ином встречался, сингапурская встреча. Трамп просто сдал все, просто все сдал. он пресмыкался перед Ким Чен Ином. Значит, северокорейский диктатор получил массу бонусов односторонних. Обязательство со стороны Трампа прекратить ежегодные военные учения с Южной Кореей на ровном месте. Это был очень сильный удар по американским и южнокорейским вооруженным силам, потому что они просто хуже стали быть готовы к возможной войне. поскольку сама встреча проходила очень симметрично, то есть встретились две великие державы Соединенные Штаты Америки и КНДР. Это было именно так. И КНДР получил легитимность от этого на международной арене. То есть там было равно... Ну, вот я помню дизайн. Вот сингапурская встреча это на мой взгляд просто позор Трампа. Дизайн. Равное количество флагов, значит они встречались так сказать вот как два равных абсолютно равных лидера одинаковых держав. То есть и Трамп рассыпался в отношении Ким Чен Ина в комплиментах, говорил о том, что это очень талантливый человек, ему можно доверять и так далее. То есть там говорилось о денуклеаризации всего корейского полуострова, то есть это как раз то, на чем настаивал Пиньян. В общем, короче говоря, это я думаю, что во взаимоотношении с Путиным он проявит себя точно таким же образом. Он сдает. Он как бы восхищается диктаторами и я думаю, что к сожалению, вот ваши предположения, они мне кажется могут быть ошибочными. Вопрос от Веры. Почему в СССР так и не удалось построить общество советских людей, свободных от ксенофобии и ненависти к мигрантам? Ведь вся пропаганда была именно настроена на построение такого общества. Верно ли сказать, что это не сработало из того, что русский человек представлялся этой пропагандой как старший брат, то есть он изначально смотрит на другие народы сверху вниз. Вы знаете, собственно говоря, вы ответили, я даже не знаю, что мне добавить, но если только сказать, что да, действительно, Россия это империя, и Советский Союз был империей, и русский был как старший брат. Точно таким же образом любая империя, она включает в себя старше братский народ, империя образующий народ. В данном случае русские были таким старшим братом. детское воспоминание. Я помню, еще до школы я очень любил сказки. Сказки это вообще замечательный жанр, но я хорошо очень помню, что одна из любимых собраний сказок это были нанайские сказки. Мне они нравились гораздо больше, но это было еще до первого класса. Они мне нравились гораздо больше, чем русские народные сказки. Просто они более теплые и волшебные. Это тоже мне нравилось. И там как раз поскольку это на русском языке, то там как раз эти дальневосточные народы, коренные народы Дальнего Востока, в том числе нанайцы, они так сказать вот всегда русский старший брат. То есть это было заложено в литературу постоянно. В литературе это все фиксировалось. Русский это старший брат. и я думаю да, именно поэтому. Это русский это имперский народ. Это такой клей, который склеивает империю при этом на основе национального превосходства. Лена, вы сегодня порекомендовали задать вопросы также в телеграме. Попробую. Часто слышу от многих аналитиков, в том числе от вас, что не пользуется мобильным телефоном, интернетом, находится в собственном мире. Поэтому он не знает, что происходит. Но я так понимаю, что Кабаева многочисленные дети интернетом пользуются. Почему тогда никто из семейного круга не может преподнести ему правдивую информацию? А зачем? А им это зачем? Во-первых, я думаю, что Путин не воспринимает как ту же самую Кабаеву или его других матерей, его детей. в качестве такой ближней круг, в качестве источника информации. Да им это не надо. Поэтому у него есть свои поставщики информации. Это прежде всего Федеральная служба охраны, это ФСБ, которые ему эти папочки подсовывают. так что я думаю, что он находится в своем информационном бункере и те люди, о которых вы сейчас говорите, они точно совершенно не входят в источники информации. Валерия Катасонова. Я не знаю, кто такой Валерий Катасонов, но я знаю, кто такой Валентин Катасонов. Это конспиролог. Это ну, скажем так, это конспиролог, это вот он там во время пандемии писал, что Билл Гейтс чипирует людей и так далее. То есть, это лютая конспирология. Их очень много, понимаете, и так сказать, это, конечно, интересно их классифицировать, разбирать. Там вот усики, вот так сказать, брюшко, вот голова-грудь и так далее. Вот жало, какое интересное. Смотрите, как он им пользуется. Это интересно, но честно говоря, это отдельная работа. Катасонов из этой серии. Вот из той же серии, что и выше перечисленной. Наталья Витальевна. Наталья Витальевна давняя наша знакомая, она уехала в свое время из Екатеринбурга в Алматы к дочери и вот что она спрашивает. Россияне, вернее, не спрашивает, утверждает. Россияне все виновны в том, что сейчас происходит в Украине, потому что россияне не вышли, когда она утонула, после Беслана, Норд-Оста, после войны в Грузии, захвата Крыма. Вот и значит мы все, я считаю, мы все виновны в том, что случилось, и даже я себя виню, что не ходила на выборы в начале двухтысячных и не голосовала против Путина. На выборы я пошла уже в двенадцатом году. А вы как считаете, мы все виновны в этой чудовищной войне, или только частично? Вы знаете, Наталья Витальевна, я скажу вещь, которая может быть и вам, и многим другим не понравится. При всем уважении, вы понимаете, вот если мы, вот, это такая, знаете, это может быть даже такая удобная форма, вот, сказать, мы все виновны, и все, ну и какой спрос, ну все, мы покаялись, мы все виновны, это такой легкий способ, так сказать, отделаться, сказать, мы все виновны, и все, и дальше не надо разбираться, не надо думать, не надо, и главное, и что из этого следует, мы все виновны, и самое главное, что в этой формуле плохо, это то, что тогда, а какие претензии к Путину, а какие претензии к его окружению, какие претензии к Маргарите Симонян, если мы все виновны, то вы, уважаемая Наталья Витальевна, вы себя ставите на одну доску, мы же все виновны, вы себя ставите на одну доску с Маргарите Симонян, А мне это не нравится. Я не хочу ставить вас, Наталья Витальевна, на одну доску с Маргаритой Симоневной. И сам не хочу стоять на одной доске с Соловьевым, с Скобеевой, с Путиным, с Кадыровым. Есть разница. Поэтому у меня твёрдое убеждение, что подход «все виновны» ошибочен и порочен. Мы все, безусловно, несем коллективную ответственность. Я уже много раз говорил, как выглядит коллективная ответственность. Во-первых, эта коллективная ответственность от нас не зависит. Мы всё равно, вот вы, Наталья Витальевна, внесёте коллективную ответственность, потому что вы вынуждены были уехать из своего родного Екатеринбурга в чужой для вас город Алматы. И понятно, что это, в общем, сопровождалось с определёнными неудобствами. И это серьёзная история. То есть, это ответственность, которая на нас, на всех накладывается, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. А вторая сторона этой ответственности – это то, что мы, признавая эту ответственность, берём на себя какие-то обязательства, что-то делаем. Донатим на ВСУ или донатим на помощь беженцев. Или, ну вот, для меня эта ответственность в первую очередь выражается в том, что я, в общем-то, практически в круглосуточном режиме готовлю и публикую различные стримы, которые… То есть, я занимаюсь информационным сопротивлением. Это моя ответственность. Но вины коллективной не бывает. Понимаете? Не бывает коллективная вина. Вина только индивидуальная. Если вы видите свою вину в том, что вы не ходили на выборы в 2000 году, ну, надо разбираться. А что бы вы там делали в 2000 году? Ну, в 2000, понятно. А за кого бы вы там голосовали? Вот. То есть, это отдельная история. Вина только индивидуальная. Когда говорят, мы все виноваты, это ошибка. Ответственность, да, коллективная. А вина только индивидуальная. Так. Елена задает вопрос. Когда состоится встреча с Валентином Кимом? Ну, вы знаете, очень не хочется говорить никогда, потому что никогда не говори никогда. Я надеюсь, что она когда-нибудь состоится. Но в обозримый период нет. Наш постоянный собеседник, украинский психолог Валентин Ким, сказал о том, что он ушел на государственную службу. Ну, а если точнее, он сейчас, насколько я понимаю, в погонах. Вот. И поэтому он сказал, что ему не очень, он как бы не может сейчас постоянно выступать в эфире. Вот. Поэтому мы сейчас ищем другого. Он там рекомендовал кого-то из своих коллег. Мы сейчас ищем другого психолога, потому что, еще раз я подчеркиваю, я себя не считаю, хоть и имею диплом психолога, но не считаю себя профессиональным психологом. Поэтому нам нужен, и мы ищем сейчас. Желательно, конечно, ну, в общем, короче говоря, кого найдем, того найдем. Так. Дорогие друзья, на этом мы завершаем сегодняшний утренний стрим. И я желаю вам беречь себя. Слава Украине. Слава Украине.